МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся» программа о выборе спутника жизни. Сегодня у нас невеста и три жениха. Закалённый директор Роман, бравый военный Дмитрий и суровый полицейский Иван. А невеста у нас Анастасия. Давайте знакомиться. Здравствуйте! Я приехала из холодного города Санкт-Петербурга. Мне бы хотелось найти мужчину, который растопит моё сердце. И в этом мне поможет моя подруга Полина. Анастасия, 23 года. Увела мужчину от жены и ребёнка. Планировала свадьбу, но не выдержав травли со стороны его родственников и друзей, передумала. Анастасия принципиально не работает. Ходит в ночные клубы, посещает тренинги по психологии и ездит на дорогом автомобиле. Предупреждает, что все её проблемы лягут на плечи избранника. Мечтает собрать коллекцию знаменитых бриллиантов. Анастасия не желает связываться с неимущим студентом или разведённым крохобором. Наденет фату, если избранник даст клятву не давать её в обиду родственникам и одарит дорогими аксессуарами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ой, боюсь, боюсь, боюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, как страшно. Спокой меня, Василиса. И что, это обычная программа. Нам просто срочно требуется синица. Та, которая в руке. Потому что если будете искать журавля в небе, то этот журавль в конечном итоге окажется чем-то склизким, противным, типа лягушки, которая потом никогда в прекрасного принца не обратится. То есть нужно искать просто реального мужчину с реальными достоинствами, предъявлять к нему реальные требования. И всё, ничего сложного нет. Поэтому ищем синицу в руке. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, тебе это нравится, невеста? Слава Богу, 23 года. Ой, Ларис, бездельниц избалованных так тяжело пристраивать. И вот, честное слово, хороший мужик уже давно на это не ведётся. А потом, Настеньке, а бы кого не подсунешь? Почему? Потому что кривляться начнёт, критиковать и так далее. Ну, не знаю, может, сегодня сможем убедить либо планочку понизить, либо, ну, собственно говоря, как-то переориентироваться. Ничего, это сладочное явление. Я думаю, что он внешне не тянет на свои запросы. Но, да, но запросы-то точно не низкие. Анастасия, вы чем здесь занимаетесь? Сейчас я учу, заканчиваю второе высшее образование, психологию. Ну, это называется «Лишь бы не работать». Нет, неправда. Я просто приехала сюда за мужчиной. А первое образование? Первое менеджер организации. А вы приехали сюда за мужчиной? Он был женат, у него был ребёнок. Нет, нет, это у меня первый образ. Я приехала сюда за вторым мужчиной, который очень сильно полюбила, в Санкт-Петербурге. Он с тобой переехал по работе, и я собрала вещи, приехала за ним. Позвал за собой? Да, но он как бы как? Он сказал, что я сначала там, пусть он устаканится, а ты приедешь потом на готовые условия. У тебя здесь учёба, тем более заканчивала первое высшее, я училась на дневном отделении. Но я сказала, что я ждать не буду, потому что я понимаю, что эти отношения, как мы там были мало, очень знакомы, всего пару месяцев. Если он уедет, он уже уедет. Это вот раз в неделю будет, потом в две недели. Ты устаканилась? Нет, я поехала с ним сразу же, собрала вещи, уехала бы никуда, в Москву. А, то я думала, на Лексусе вы приехали по хорошей дороге-то, которую он подарил через две недели знакомства. Ну, приехали на Лексусе, но мы приехали в обычную квартиру, никуда. Мы вместе здесь искали, вместе. Ну, конечно, он уже потратился на машину, то, наверное, на другой не хватило денег. Ну, я же не просила, это был его порыв. Ну, что ж, у него хороший был кавалер, однозначно. Сразу на готовые условия. А вот про первого, которого мы увели из семьи, интереснее. Я не считаю, что я его водила из семьи. У меня было 17 лет, когда я с ним познакомилась. Я долго не знала, что он женат. И у меня, знаете, вот он не был богатым человеком. У меня семья очень обеспечена в Санкт-Петербурге. Он был, знаете, наверное, даже гораздо ниже моего семейного уровня, что как бы папа, естественно, ему не очень это нравилось. Потому что он хотел, чтобы дочь как минимум была на уровне, ну, как она привыкла расти. А чем родители занимаются? Мама у меня в агентстве недвижимости, директор агентства папа. У меня занимается пароходным бизнесом. У нее свои пароходы в порту в Санкт-Петербурге. Она хочет пароход себе, понимаешь? Что же нас не предупредили-то заранее? Ну, Дима, у нас... Дима, придется продать что-то. Латчонка-то вот у тебя на даче была. Осталась? Подлатать надо. Ну, хорошо. Вот вы влюбились. А когда узнали, что у него жена и ребенок? Я узнала где-то, наверное, через полгода. Узнала, причем, от жены его друзей, которые, конечно, не могли меня терпеть, потому что они все, ну, естественно, боролись за своих мужчин. Мне-то было 18 лет. Я была блондинкой, такой глупенькой, улыбающейся постоянно. Нет, они просто, наверное, знали его жену, и поэтому им было неприятно. Ну, она никогда не появлялась. Я проводила с ним настолько много времени, что я даже не могла подумать, что у него есть жена и ребенок. И в какой-то момент мне сказали, а ты вообще знаешь, какую ты занимаешь роль в этой жизни, у этого человека? Я не поняла, о чем они, но когда мне объяснили уже конкретно, я как бы... А сколько лет ему было? Ему на тот момент, когда мы познакомились, было 31 год. Мне было 17. А что вам здесь как-то с этим было делать? Надо было с мальчишками, с ровесниками с вами развиваться. Как-то так вышло. У меня был первый мужчина, и как бы то у нас... А почему вот со вторым-то, который и Лексус, и в Москву вас перевез сюда? Что с ним-то? Знаете, у нас слишком, наверное, все очень стало быстро и красиво развиваться. Мы на второй день с ним улетели в Париж и провели такое безумное вот время. Второй день знакомства? Да, мы с ним сразу же улетели. У нас действительно была любовь с первого взгляда. И мы как дети бегали по Парижу с вином. А сколько ему было лет? Тогда, когда мы познакомились, ему было 35 лет. И он, знаете, мне в Париже признавался в любви, знаете, такими дрожащими губами, что, знаете, для мужчины не свойственно. Почему? Когда всего знает вас там 48 часов, и ему хочется потом в номера. Конечно, у него будут не только губы дрожать, а вы молодая, юная. Да что вы не считаете, это я вам говорю. И что, и вот вы по Париже погуляли и вернулись? Я была, знаете, самым счастливым человеком. На самом деле, я этого, ну, человека не забыла никогда. Да, это, мне кажется, маленько легкомысленно с ее стороны было. На второй день улетел с мужчиной в Париж. Хорошо, что он ее в Париж отвез. Знаете, когда мы переехали в Москву, стало все очень тяжело. У меня здесь не было друзей. У него здесь тоже... Съемная квартира опять же. Съемная квартира. Я не сказала вначале, что я переехала маме, семье я не говорила. А они думали, вы где, в общеге? Нет, что я живу с ним. Ну, в Санкт-Петербурге. Высокие отношения. То есть родители не знали, что вы в Москву? Вначале нет, я хотела. Они думали, что... Это как же вы созванивались с родителями? Я созванивалась спокойно и говорила, что, мама, все хорошо, я учусь. Я прилетала постоянно в Санкт-Петербург, я сдавала экзамены, я ничего не пропускала. Конечно, я посещала не каждый день, но я... Ну ладно, ну хорошо. И потом, все-таки, чем закончились эти отношения? Мы разошлись, потому что, наверное... Кто от кого ушел? Я ушла. Вы сказали, что вы принципиально не работаете. А на что вы живете? Знаете, принципиально не работают, такая вот фраза. Я жила с мужчиной, который хотел, чтобы я посвящала себя дому и саморазвитию какому-то определенному. Сейчас я в поисках работаю, потому что я одна. Но мне, конечно, помогают родители. А вот вы хотите бриллианты какие-то вот знаменитые, а что, уже есть обычные? Обычные есть, конечно. А, много? А знаменитые какие хотите? Знаете, я не то, что хочу знаменитые бриллианты или от кого. Я бы хотела, знаете, бриллиант, который можно было назвать фамилией своей семьи. Какой-то очень красивый. Но не прилично до 40 лет носить бриллианты. Это только лохушки русские носит. Нет, я не носить, вы не понимаете. Знаете, бриллианты, которые были бы фамилией бриллиантами. Коллекционные. Но это после 40. В этом ваша в возрасте значит даже об этом мечта. Это просто мечта. Ну, твоя вторая, это бросала тебе бриллианты в голову уже? Да, и причем попала, что интересно. Но он сохранился. Она просит бриллианты. Свет. Ну, с другой стороны, если психология содержанки, то, в общем-то, вам нужно уже поторопиться. Если хотите начинать собирать бриллианты, то после 25 лет уже навряд ли это удастся, потому что будут дарить и платить тем, кто помоложе. Знаете, я не считаю, что психология содержанки. Когда же... Психология содержанки с одним взрослым мужиком. Ну, правда, у него не очень сажалось. Со вторым. Как можно было через сутки, не зная человека, полететь в Париж? Ну, это была безумная любовь. Как можно взять Лексус в подарок практически не зная человека? И он в статусе кого? В статусе богатого любовника? Ну, это неприлично. Вы молодая девчонка. Вы понимаете, вы живете и рассуждаете. Как взрослый тетка Лукерия. Я знаю женщин в 40 лет, которые так одеваются, так выглядят, так рассуждают. Вы 23-летний ребенок, девочка. Мне кажется, у вас какая-то совершенно странная такая же... Полина, а вы чем занимаетесь? Я работаю. А вам сколько лет? 22. Вот если бы вы сказали, что вам 36, я бы подумала, боже мой, все-таки вот время сегодня, женщин, которые имеют право и возможности выглядят так молодо. Вы похожи на теток, не обижайтесь, серьезно говорю. Но вы девчонки. И вы должны, мне кажется, совершенно о другом мечтать, точно, а не о бриллиантах. У них просто образ такой, мне кажется. Ничего страшного в этом нет. Повзрослым. Скажите, пожалуйста, а какие такие проблемы должен муж решать? Ну, я считаю, что мужчина должен, естественно, материально содержать семью. Женщина, она может работать, если этого хочется. И она не должна зарабатывать деньги на содержание семьи, если у нас мужчина находится. А какой ваш вклад в семью будет? Что вы принесете в свои отношения с мужем? Я принесу домашний уют, я принесу детей в семью. Нет, судя по вашим замашкам, уют будет создавать домработница. Неправда. Я убиралась сама. В своей квартире. У нас была домработница, но я просто не очень люблю, чтобы вещи трогал человек. Конечно, когда бывали моменты, когда я болела, я убирала квартиру сама. Буду мужчине создать такие условия, чтобы когда он приходил с работы домой, ему было настолько комфортно, чтобы его проблемы... Милая, но не 92-й год, этого уже мало сегодня. Не оказалось бы потом, что уже и не для кого, и не для чего будет этот уют создавать-то. Вот в чем смысл. Как вы думаете, есть ли шансы у нашей Анастасии стать нормальным человеком, встретить нормального мужчину? Я думаю, что все зависит от окружения и с кем Настя проводила юность и где она тусовалась. Вы любите клубы, вы любите проводить там время, а там в клубах определенные правила. Я просто все это знаю. И девчонок, которые спят до обеда, потому что тусуют. Но это уже так отстой, уже в принципе так... ну цивилизованный мир так не живет. Дело даже не в клубах. Вот смотрите, два ваших молодых человека, два любимых мужчины не спешили на вас жениться. Они воспринимали вас как любимую девушку, а вот собственно шаг к браку никак не делали. Почему? Расскажу почему. Потому что профессия любимая женщина и профессия жена – это две разные профессии. Любимая девушка – это та, кто хорошо выглядит, та, которая является достойной спутницей, тебя представляет на каких-то светских мероприятиях. Это та женщина, с которой тебе сексуально приятно общаться и так далее для мужчин. А жена – это организатор хозяйства, это человек, который держит быт, это человек, который действительно рожает детей, это человек, который помогает в трудной ситуации. Не всегда материально, не всегда она работает. Иногда профессия жена исключает ее профессиональную деятельность. Но вы просто себя в предыдущих отношениях показывали как профессия любимая женщина. Раньше... Это профессия любовницы. Ну, скажем так, да. Содержантка. Я пытаюсь сказать мягко, но можно сказать и так. Не надо мягко зачем? А кто скажет? Мама не скажет, подруга тоже не скажет. А мама и не знает. Просто раньше в институтах благородных девиц учили действительно профессии жена. Я не хочу сказать, что нужно сейчас все... Мир поменялся, и женщина должна больше знать чем. Просто как варить варенье или как вязать носки, как сядь держать за столом. Чтобы было бы неплохо. Ну, да, соглашусь. Но мне кажется, что если вы планируете быть именно женой, как женой, и видите это своей главной профессией, а не какую-то иную работу, вы имеете на это моральное право. Но тогда вы должны себя к этому специальным образом каким-то готовить. Действительно, тогда должны быть потрясающие кулинарные способности, их нужно в себе развивать. Тогда должны быть не только курсы психологии, например, курсы детской психологии, подготовка к материнству, которая будет и так далее. Ну, дело в том, что я не вижу в ней крепкого пора, она просто станет еще, помимо работы, для меня еще одним... С весом еще одним ребеночком, да, которым, да, возможно, надо будет помимо детей воспитывать. Шеи. Да. У вас есть проблемы какие-то, которые вам мешают? Ну что, вы в себе исправляете или вас все устраивает? Нет, меня много в себе не устраивает. Что, например? Это, наверное, вот это вот большая лень, нежелание работать и считать, что женщина должна сидеть дома. Ну, если она грамотно будет сидеть дома, посидит. Такие проблемы. Желайте, советуйте. Да, вы затронули серьезную для себя проблему, потому что это не просто желание, это желание на уровне цели жизни. А это меняется сложнее всего, наверное. Еще раз скажу, вы не обязаны менять это как цель, но тогда, если цель быть женщиной любимой и сидеть дома, тогда постарайтесь сегодня показать себя для женихов как именно жена, как супруга, а не как временная партнерша. Иначе ждет вас не очень веселая судьба. Поэтому постарайтесь сегодня и в мужчинах увидеть качество мужа, а не просто любовника, который вам подходит. Ну, и самой продемонстрировать именно семейно-хозяйственные качества. Вот, правильно говорил, да? В смысле, что желание на уровне цели, а не просто то, что может изменить в ней. Попробуй сегодня пристроить Настеньку. Может быть, женихов так туркнет от ее красоты и молодости, что не заметят они вот за этим фоном, что неумеха у нас, собственно, растет и жена пока никудышная. А уж когда очнутся, то могут перевоспитывать. Все-таки мужу легче жену перевоспитывать. А мужу не надо перевоспитывать. Так что я попытаюсь как бы вот на вашей молодости красоте выехать, чтобы пристроиться. Поверьте мне, время это, ну, вам, наверное, все говорят, одно мгновение, поворот головы. И вам будет 30 лет. Очень тяжело начать с нуля в 30. Мало ли что будет. Поэтому я хочу вам пожелать, вне зависимости от того, кто рядом с вами будет, максимально адаптироваться и самой что-то для себя построить. Поменяйте все-таки. Обратите взор на что-то другое. Совсем скоро претенденты сразятся за симпатию нашей невесты. Шансы каждого из них оценим после рекламы. Не пропустите. Мы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Анастасии. Идите, знакомьтесь с первым женихом. Анастасия, здравствуйте. Я могу в вашей жизни стать крепкой опорой. Спасибо вам большое. Меня зовут Роман. Анастасия. Здравствуйте, Роман. С кем вы? Здравствуйте. Это мои подруги Алина и Настя. Давайте посмотрим на вас. Роман. 29 лет. Концертный директор. Проводит сеансы антицеллюлитного массажа, совершает пробежки зимой в трусах и читает былины об Илье Муромце. Мечтает организовать свадьбу Валерии Новодворской. Желая обложить любимую, Роман вымыл в квартире Плинтуса и перегладил шторы. А она заявила, что лучше бы он купил ей бриллиантовое кольцо. Надеется, что у Анастасии более скромные запросы. Василиса, правда ли такой оригинал? Прямо свадьба Новодворца и Плинтус и Тадрайл? Или это все-таки легенды? Ну, это легенды, придуманные скорее для того, чтобы красиво произвести на нас впечатление. Но к хозяйственной деятельности способен. Правда, могу сказать, что вашей супруге не так повезет, как вашей девушке. Вряд ли вы будете с утра до вечера заниматься хозяйством. Вот поэтому в качестве какого-то сюрприза брачного неплохо, наверное. Может быть, по утрам он сможет бегать. Но потом быстренько в этих же трусах сразу на работу должен быть отправляться. Бриллианты ждут. Как тебе, Вроза? Ой, нет, 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 нет. Это вообще из категории нищего алименщика без жилья. Недоходов, ничего, собственно говоря, нет. Еще, не дай бог, сопьетесь вообще от безысходности. Нам самим надо наше усесться, а вы, извините, вас за спины не сгонишь. А что это ты нападаешь? Как только молодой, плечистый, сразу тебе... И без денег. И что? Зато он какой молодой, здоровый, заработает. Где же он заработает? Где-где? Целлюлитный массаж делает. А сейчас от плохой еды и экологии целлюлит у всех, даже у молодых. Ну, я делаю массаж, это, наверное, это как хобби. Я не зарабатываю массаж. Все, обалдели же, 5 тысяч рублей антицеллюлитный стоит. Я знаю. Обертывание. Ты где-то в каких-то местах ходишь? В салоне. За вышенными царами. Может быть, у меня какой-то необычный целлюлит на необычных местах. Да, Романа придется все это время проводить на работе. Ему некогда будет заниматься антицеллюлитным массажем. Вот, видите, девушку, чтобы завоевать, через 2 недели молодой человек подарил ей Лексус. А вы, чтобы завоевать сердце девушки, отдыряли ей полы. Молодец. А она паразитка не оценила. Куча подарочек. Лучше, говорит, колечко. Конечно. Боже мой, что же вы такие продажные-то все. Вот нам подарочек нужен. Веганам мыть, у нас домработница будет. А на домработницы-то хватит? Хватит. Недорогие. Ну, глядя на вас, на себя не хватает. Да. Ты что, не слышала первую историю, когда девушка была юной, у нее был жених-то небогатый. Она любила его от чистого сердца. Да, и где тут тот жених? Ну, родственники сожрали юную деву от зависти и злости. Да, да, да. Злые гады. Верю, 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 верю. Хороший открытый взгляд, светящиеся глаза, улыбка, как у Гагарина. А вот про богатенькую расскажите. У вас, говорят, была девушка. Не, была девушка. Каза житочная. Но дело в том, что у меня тоже есть характер. И просто мы не сошли с характером. А что она там стала у вас как-то? Ну, каждой богатой женщине мужик должен быть рядом. Вот, естественно, у меня... Ну, а она вам дарила ведь злато-серебро? Ну, на самом деле, мне золото... У нее салон был красоты. Зачем ему было нужно это злато-серебро? Нет, нет, а вы не принимали, да, вот так это? Она старше вас была? Да, старше, на 6 лет. А, ну, понятно, вот она себе плечистого-то завела. Ой, Гришок открою, у меня-то уж такое было. Ну и что? Так вы брали или не брали? Нет, не брал. Правда? Правда. А у меня другие сведения. Они любили? Докажите. Они любили? Вы ее любили? Нет, у нас... Антицеллюлитный массаж. Да, у нас был антицеллюлитный массаж. Понятно. Просто нам было вдвоем удобно и все. Судя по всему, с собой занимается, время есть заниматься. Ты имеешь в виду... А, ну, да, да, я понял. Ухоженный. А вы чего хотите от жизни, Ромочка? Я от жизни? Ну, я по жизни семьянин. Я хочу хорошую, крепкую семью, как у моих родителей. А у вас были серьезные, да, вот отношения очень долгие какие-нибудь? Нет, не было серьезных. Откуда вы знаете, что вы семьянин? Что, кроме того, что у вас была семья, которая... Вот я не знаю, семьянин. Ну, меня очень тянут сюда к детям. У меня... Я у крестных уже двух у ребенка. Вот, у меня есть двое детей, которыми я являюсь крестной. Куда бы я ни пришел, везде дети тянутся ко мне. В общем, это показатель. Это показатель. Женщина, ну, так, по-честному, я не буду с этой кольцом. Странно, почему у нее до 29 лет не получилось никаких серьезных отношений? А вы не хотите задать вопросы? Вот, что для вас принципиально в семье? Для меня? Что вам Настя должна обязательно, чем угодить? Ну, наверное, женщина должна быть шеей, а муж головой. Если, там, она, девушка говорит, там, воплотить какую-то мечту во благо семьи... То есть она должна ставить цели? Да, она должна ставить цели, я должен ее исполнять. Майами цели. Потянете? Майами? Завтра. А Майами это цель или прихоть? Не, минуточку вы говорите. Вот я спрашиваю, наша цель Майами завтра? Ну, это ее цель. А я хотел бы, чтобы моя девушка сказала, чтобы цель... Майами, тогда за Леонтьеву пусть замуж выходит. А вы что бы хотели бы? Чтобы было во благо семьи. Хорошо, а если она скажет, моя цель, чтобы мои дети учились в Англии в закрытом колледже? Будем стараться делать. Покажите сюрприз. У меня сюрприз медленный. Можно вас? Это камни для вас. Как зеркало. С вами у вас. Такая... Отражение потерять свое борьбу. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был. Суброты очень. И в судьбе не обманю. Это, наверное, его дети от свежих браков. Ну, попа плосковата. У кого? У нее. Любовь, похоже, я на все. Счастливым сделала мой дом. Вообще-то спорт они не показали. Вообще-то сноуборки, на лыжи, да. Но поприки законам нам. Я не могу не показать. Я не молчусь, а я. Браво! Спасибо большое. Спасибо вам за это. Я очень понравилась. Спасибо вам, деточки. Спасибо вам огромное, ангелочки. Вы можете пройти в свою комнату, а мы Настю забираем. Молодец, Ромыч. Ты лучший. Спасибо. Полина, вы как-то заскучали. Вам не понравился сюрприз? Вам жених не понравился? Хороший. Чем? Ну, мне кажется, у него добрые глаза. Он искренний. А сюрприз какой романтичный. Очень красивый. Прекрасно просто. Большое спасибо. Вы можете представить Анастасию рядом с Романом? Ну, я думаю, да, почему нет. Как вам, Жених? Знаете, очень романтичный сюрприз. Потрясающе. Опять же, связан с детьми. Опять же, он показал, что он любит детей. Честно сказать, наверное, любую женщину, даже самую меркантильную, вот такими вещами нам можно покорить. Роза. Ненадолго, правда, Анастасия, что квартиры нет, машины нет. Только тело более-менее так, рифленое такое, просвечивается через кофточку. Рифленое это чипсы, Рома. Ну, а он и есть чипсы на подкар. Вот. Не, плюс массаж еще-то этот, это... Экономия какая будет? Но у нас пока и нет целлюлита. Короче говоря, Ромочка, вот когда заработаешь денежку, тогда и приходи. А сейчас нет. Ну, Роза, она всегда Роза. Она на той Розы. Ну, я бы в таком уличительном тоне не говорила бы. А взрослым мужчинам не все умеют зарабатывать, не все умеют крутиться. Он открытый, он не лентяй, он скромный, он стеснительный. Понравилась ему Анастасия. Он же по фотографии не мог считать, что у Анастасии совершенно другие интересы в жизни. И я бы не советовала ему сейчас рвать когти для того, чтобы соответствовать вот таким девушкам, как Анастасия. У него своя жизнь, у него будут свои девчонки, у него будет своя семья и своя большая любовь. Так что, Роман, успехов вам. Ларисе тоже, смотрю, очень понравилось. По-моему, невесте еще больше. Действительно, Роман совершенно не был обязан здесь демонстрировать содержимое своего банковского счета, своего кошелька, свои материальные достижения. Но он вообще ничего не продемонстрировал, если честно говорить, кроме сюрприза, кроме определенной фантазии и романтичности. Он, на мой взгляд, слишком вял и слишком пассивно. Но, как правдой полагается, мужчине знака рыбы рассуждал о том, что вот, в принципе, неплохо бы семью, детей. Но, знаете, в этом нет огня для него самого, в его желаниях нет какой-то энергии. А когда в желании нет энергии, вероятность того, что он будет их воплощать, она очень небольшая. Именно поэтому я не могу его рекомендовать. Давай поженимся теперь в вашем мобильном наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Насколько удачным окажется новое знакомство, узнаем через несколько минут. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Анастасии. Уйдите, встречайтесь с вторым женихом. Здравствуйте, солнышко. Низкий вам поклон. Рад вас видеть. Меня зовут Дмитрий. Приятного познакомиться. Я Настя. Очень приятно. Надеюсь, что не последний поцелуй. Он сразу поцелует, он может этим испугать, на самом деле. Ну да, да. Давайте посмотрим на вас, и знаем, на случай. Дмитрий, 48 лет. Майор запаса. Перечитывает Алексея Толстого, танцует рок-н-ролл, считает число 13 волшебным и не умеет пользоваться интернетом. Мечтает раскусить секрет долголетия, чтобы жить вечно. Когда Дмитрию показалось, что жена дурно воспитывает их дочь, он без лишних объяснений разлучил их. Надеется, что манеры Анастасии придутся ему по вкусу. В чем причина одиночества жениха? Вполне конкретная причина. У Дмитрия браком управляют Юпитер и Меркурий. Это значит, что он женщиной все время пытается находиться в отношениях учитель-ученик. Можно сказать, что в Дмитрии умер учитель. Ну, может, еще и не умер до конца. Когда женщина – это такой объект, который растет, а это значит, что женщина должна быть либо с очевидной проблемой, должна полностью покориться вот такому гуру жизни, который ее ведет за собой, ну, либо должна делать вид, что она покоряется. Он будет ей приказывать. А если будет приказывать, она не выдержит потом всего. Дмитрий, а за что так остерчали-то на жену, что решили ее общение с мамой? Я бы не сказал, что я ее лишил, но постарался сделать так, чтобы минимизировать возможность конфликта. А она алкоголичка, наркоманка, проститутка? Ни то, ни другое, ни третье. А вы женились по любви? Думаю, что да. Год вы встречались до этого? Родился ребенок, родилась девочка. И через какое-то время вам показалось, что жена неправильно воспитывает девочку. А что неправильного-то было? Человека с детства нужно учить правильно говорить, правильно думать. Да, но вы же когда с ней женихались в год, вы же слышали, наверное, что она говорит там, «Колидор», «Как лето», «Ложишь», «Звонишь». А что? Не настолько это было акцентировано в тот момент, потому что, видимо, какая-то вуаль была. Она старалась избегать слова, которые она... Возможно, да. Понимаю, по-русски плохо говорила. Значит, вы бы взяли... Значит, ты плохо думала, возможно. ...репетитора. И в такой вот форме, не знаю, в иронической сказали бы, «Дорогая моя жена, дорогая дочь, что это вы тут от рук отбились? Это какие же еще ихние? Какие там...» «Колидоры». «Колидоры». Давайте-ка я вам вот отвожу, чья звезда занимаетесь русским языком, если бы любили. Я понял. Да? Ты хочешь кого-то удочерить? А то по возрасту как раз подходит, понимаешь? Ну да. Просто когда мужчина забирает девочку родной матери, должна быть какая-то веская причина. А может быть, немножко другая ситуация была? Какая? Он живет в Москве со своей мамой, основное место жительства. Она живет в Владивостоке, где они, собственно говоря, и родили дочку, и создали семью. Если он уходит из семьи и не хочет расставаться со своим ребенком... То нужно, конечно, кто сильнее мужчина, кто сильнее мужчина, поэтому отбираем ребенка. Чего там ездить на каникулу в Владивосток? Я не думаю, что просто так было отобрать. Он ее украл. Жена согласилась с этой позицией. Он девочку украл. А как бы она с таким не согласилась бы, как Дмитрий? Было по-другому абсолютно, на самом-то деле. Значит, мы были уже практически в нехороших отношениях с моей бывшей супругой, но официально мы были в браке. Значит, и, естественно, что я подумал сделать, это я взял дочь, свою любимую Дашечку, и просто улетая в отпуск, забрал ее с собой. И, естественно, как бы так может мать запретить своему ребенку мне привезти дедушкам с бабушкам показать дочь. И вот она слетала на каникулы, а потом? Я ее, в общем, не вернул. Значит, я, наверное, поступил правильно или неправильно. Я думаю, что правильно. Почему? Даша писала пять или шесть писем, которые я видел. Своей маме ответ не был получен. А потому что вы эти письма, наверное, не отправляли маме? Она отправляла сама. Потом-то и делала. Скажите, а сейчас девочке сколько? Девятнадцать лет. А во сколько лет вы ее увезли? Пять с половиной. И она никогда не говорила, пап, ведь она же и плакала по ночам, и звала маму, и переживала, и хотела к маме. А вы понимали, что маленькая девочка забудется, ничего, сейчас поплачет, а там бабушка с дедушкой. Я не знаю, вы можете решить и подумать что угодно. Не плакала, не звала, писала письма. Ну, эта невеста двадцати трехлетняя, она мамой не готова стать взрослой девочке. Ну, как вы могли? Ну, если она в здравом уме, если она сумасшедшая, кроме того, что она неправильно говорила. Ну, да, там такой диалект в Владивостоке. А я когда с Урала приехала, говорила, ложишь и лягешь. Я красавица в 17 лет. Один раз оборжали меня, все. Ну, и что теперь сделать? Да, мы с провинцией не разговариваем так, как в Москве. А может быть, она вас боялась и не стала с вами связываться? Может быть, вы ей пригрозили, что сунешься в Москву? Тебя здесь на 101-м километре и похоронят. А что, таких не было историй? Более того, я купил квартиру и хотел, чтобы она жила с нами ради Даши. Здесь в Москве? Да. А она что сказала? Отказалась. Ну, хорошо, сейчас с дочкой какие отношения? Вполне нормальные, хорошие отношения. Дочка чуть младше, Анастасия. Никогда не задавала вам вопрос, никогда не было у нее желания поехать рассказать мать? Нет. Ну, это странно. Послушайте, даже матерей, которые алкоголички, лежат без зубов в канавах где-то, дети их ищут, страдая, отмывают, притаскивают их домой. Матерей придумывают легенду, что мамочка самая прекрасная, самая лучшая. Расчесывают им волосы и говорят, я все равно тебя люблю, чмокая это. А может, это веяние времени сейчас? Нет, это не веяние. Общество у нас такое. Просто вы сегодня поняли, мужчины, что за вами силы. Вы больше можете, особенно если деньги рядом с вами, если связи. Ой, а попут деньги давайте разберемся. Нет, мы не такие, честное слово, мы не такие. Про денежку интересно. А Дмитрий, вы сейчас работаете? Ну, естественно. То есть хорошо зарабатываете? Ну, на хлебчей не хватает. Невеста у нас молодая. Да, мужа. Да, Майами сможете обеспечить? Можем. Другу можем. А вы как работа на друг? И подругу тоже обеспечите. А вы женаты? Спасибо. А вы женаты? К сожалению. Ну, почему? Ну, представляешь, вот у нее в круге ее общения появятся вот такие друзья, как друзья Димы. Да не было никак. Ну, как это эти, представляешь их в каком-нибудь ночном клубе. Да, в клубе около кого, кому за 40. Что вы будете считать в браке своей задачей, как мужчины? Не про материальное, про душевное, про духовное. Да, вот если с Анастасией будет утром, как в принципе, я думаю, в любом случае должно быть, будет так же хорошо утром, как и вечером, вот это уже как бы... Послушайте, вы седой дядька, покоцанный возрастом, временем. Народная поговорка гласит, русская народная, мудрая, что старый конь полосы не испортит. Да, правда, глубоко не пашет. А дело-то не в глубине, а в качестве. Да, правда. Ты читаешь не обложку книги, а содержание книги. А если том инфолио в красивой инкрустации, это не получится, так будет очень хорошо. Гормон еще играет? Со страшной силой. Все. Ну, давайте, покажите себе, Крис. Так смотрим. На гармон. Но, чтобы, значит... Внести какую-то нотку, такую более ироничную... Роль концертного продюсера немножко сейчас выполнить, поскольку мы выразим эту идею, озвученную Александром, немножко лучше. Вот. Но для этого мы поменяемся ролями. Я как бы дам жениха. Да? Можно у вас? Настенька, на... Не заиграй. На 10 секундочек. А то Александр прям глаз... А я ему помогу. Вот. Чтоб совсем быть похожим. Да? Кружите меня, кружите сейчас будет, да? Вау! Я женюсь. И будет мне клево. Жена на все. Для мужа готова. Ага, сейчас. Ну, я кажется, сюрприз ей очень должен понравиться по-любому. Как прям... Все, знаешь, тонко очень так подмечено. Оно у тебя хоть красивое? Ага, а стройное? Пока. Если долго, 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 если долго, даже не идти. Если долго перед свадьбой на диете посидеть. То уж после свадьбы можно. Можно утром, днем и ночью объедаться, чем захочешь. Штаб ведь в паспорте стоит. А-а-а, здравствуйте, ноги вот такой толщины. А-а-а, здравствуйте, попа, вот такой ширины. А-а-а, целлюлиты, самородки. А-а-а, и двойные подбородки. А-а-а, и зеленый. Не пугай. Моя, прекрасно, как простой рассвет. А тещу уже видел? Пока еще нет, нет, нет. Подождем. Мою маму. Подождем. Твою мать. Вот, наконец, настал тот час, Когда я здесь и вижу вас, Едва надеясь на взаимность. А-а-а, но тем прочнее наш союз. Мы вас не ждали. Это минус! Теперь мы вместе это плюс. Не женюсь! Дурак? Почему? По качану! Ты можешь быть за женой, Как за каменной стеной, Но только выбирай такую, Чтобы схваткой деловой. Она накормит и оденет лучше, Чем мать. Тебе останется лишь дома по хозяйству отдыхать. Я понял, я ж не дурак, Я все ловлю на лету. Теперь понятно, что конкретно вы имели в виду. Под каблуком! Живи и не тужи, Под каблуком! Живи и не тужи, Под каблуком! Живи и не тужи, Теперь жена поши. Под каблуком, пивком, Такая жизнь! Спасибо, парни. Проходите в свою комнату. Спасибо, спасибо. Молодцы, молодцы. Подготовились. Полина, вам понравился жених? Он взрослый. Чересчур взрослый. И то, что он забрал ребенка у мамы, но для меня это неприемлемо. А как вам? Мужчина, мне кажется, очень много не договаривает о себе. Честно говоря, у него даже какие-то догадки. Может быть так было, а может быть так. Но что-то не договаривает. Нет, просто в семье Дмитрия всегда будет так, как решет он. Всегда. Смотри, как тебя раскручили. Роза? Ну, я бы, конечно, ко всему сказанному задумалась, почему он 13 лет не женился. Вот. А и вдруг пришел к молодой девушке. Как-то это навеивает по поводу борозды-то. Что-то твой портрет сгустили, мне кажется. Да, как-то они тебя так препарировали резко. Перед девочкой вожанули. На самом деле вредный, малоуживчивый. Всегда действительно будет так, как он хотел. Я это мягко пыталась обрисовать в самом начале беседы, именно мягко. Учитель, который хочет, чтобы женщина чувствовала его превосходство над собой, еще и слушалась его беспрекословно. В общем, мне кажется, что Дмитрий из тех, кто любит поучать, любит учить, но будет искренне рассчитывать, что женщина должна всегда и во всем его слушаться. Никто этого не потерпит. А в методах достижения своих целей он крайне жесток. Слили тебя, Дима. Впереди у нас третье свидание и судьбоносный выбор. Смотрите, все самое интересное после рекламы. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Анастасии встретиться с третьим парнем. Проходите. Добрый день, Настя. Меня зовут Иван. Я считаю, что ты имеешь право на собственное мнение и имеешь право строить свою жизнь так, как ты хочешь. Я считаю, что ты пока еще очень красивый алмаз, который, как ты хочешь, бриллиантов. Который тоже требует своей огранки. И при правильном подходе я считаю, что эту огранку можно тебе придать. Спасибо большое. Спасибо. Проходите. Что-то же послушал, посмотрел. Да, да. Сейчас сделал свои выводы определенные. Да, и сейчас будет пытаться очаровать. Давайте посмотрим на вас. Иван. 29 лет. Полицейский. Читает жизнеописание гитар, одевается в аутлетах, храпит и не любит пьяных. Считает, что внешность мешает ему жить. Мечтает собрать коллекцию ретро-автомобилей. Иван 6 лет не мог разобраться в своих чувствах к жене. Посетив семейного психолога, понял, что он вовсе ее не любит и развелся. Надеется, что с Анастасией его свяжет сильное чувство. Ну что, мастеристы, станет ли вам генералом, что звезды говорят? Я не знаю, как по поводу генерала. Я не думаю, что карьера именно генеральская у вас все-таки. Но хочу сказать, что полицейский – это не ваше призвание, это ваша суть. Восходящий Марс, но, правда, в очень слабой позиции. Ретроградный, а еще и в изгнании. Что это такое для астролога? Значит, что вы внутренне жаждете реализоваться, как мужчина. Очень важно показать свою мужскую сущность в каждом слове, в каждом шаге. Но вот не получается в каждом слове, в каждом шаге. Все время кажется какой-то недобор. Хочется быть мужчиной во всем. Такие мужчины часто идут именно в военизированной профессии, несмотря на полученное образование. Мне кажется, что он очень положительный. Реальный, да, кандидат. Просто реальный из всех. Ну, попытай тогда ты, Роза, как тебе жених? Нет, ну, Ваня мне нравится. 29 лет, правда, зарплата никакая, наверное. Хватит ли на дом работница-то? Ну, хватит, конечно, чего же. Ну, ладно, если говорит, что хватит. Ты женеешь прямо ни свет, ни заря. В 20 лет, что ли? В 23 года, да, я женился в 23 года. Турачевать. Зачем? Ну, были чувства на тот момент. И а что вы, то уходили от нее, то приходили? Ну, ее уходил один раз. Не устраивали, ну, взгляды на жизнь как-то. На тот момент она хотела уже... А чем отличались ее взгляды на жизнь от ваших? Ну, она как-то хотела уже такую семью полноценную. С ребенком? Хотела детей, да. Я к тому моменту, наверное, не был еще готов просто к этому. Может, Ваня, она вас так любила, красавца такого? Вы прямо, смотри, такие ракурсы есть. Просто Брэд Питт, ну-ка, вылитый. Спасибо. Чем-то, чем-то было. Потому что Лариса влюблена тайно в Брэда Пита, но об этом знает вся страна, да. Почему тайна? Да, почему тайна? Да, почему тайна? Да, почему фантазия? Ну, и что? И вот уходили, не нравилось, поняли, что... Ну, решили, да, там, разойтись в какой-то момент. Пожили породень. Потом решили обратно, да, сойтись, попробовать что-то поменять. Ну, что-то вас не устраивало в ней, раз вы пошли к психологу за советом. Ну, я просто никак, я очень хорошо к ней отношусь. Я очень ее ценю как человек. Она очень хорошая девушка, женщина. Я думаю, что у нее все будет в порядке, но, к сожалению, не со мной. Вы молодой, красивый, видать, из хорошей семьи. Занимаетесь делом, не балбесы. У вас уже есть опыт, вы живете в Москве. Вот для меня, Полина и Настя, такой типаж, распространенный на сегодняшний день. Сегодня все девушки, знаете, как в «Светской хронике» пишут, студентка. Практически все были на содержание, какую-то копеечку себе оставили про запас. Они похожи. Вам не скучно будет? Я считаю, что девушки... Клубы, лексусы, любовники, дядьки взрослые, лазурный берег. Ну, точно не для 22-летних. Понятно, какие цели в этом возрасте? Я сейчас думаю, что девушки заложницы времени просто оказались. То есть то, что сейчас формат, так они себя и ведут в этом формате. А вы считаете, что в 80-е годы не было состоятельных мужчин? Возможно, и было, но, наверное, не так это афишировали. Нет, не, милый, просто девушки по-другому назывались тогда. И общество к ним относилось по-другому. Я думаю, что они одинаково всегда назывались. Содержанки. Ну да, и сейчас они точно так же называются. Вас это не смущает никак? Все будет зависеть от того, насколько мужчина будет для Анастасии интересен. Послушайте, она же не обующем пылесосе мечтает о коллекции фамильных бриллиантов. Она пока сказала, что об одном. Это гораздо проще становится реализовывать такую задачу, нежели целой коллекции. Он нас турчиками считает, явно. У меня такое впечатление. Ну, сказать, что исполнить все прихоти и исполнить все прихоти, это разная вещь. Иван пытается показаться толерантным и рассказать, что женщина может хотеть чего угодно. Но вопрос, какую женщину вы сами хотели бы и какую вы видели бы рядом с собой. Ну, конечно, я не хотел бы, чтобы моя девушка проводила время в клубах с любовниками на Лексусах. А нет, просто если ваша вдруг девушка, пообщавшись с своими подругами, которые скажут, что Ванька неудачник, прошло три года, а вы все на том же месте. Ты знаешь, я вот на тебя глаз там положил Коля, дайте я с ним познакомлю. Вы же должны быть уверены в своей женщине. Через три года будет понятно, сможет она так сделать или нет. Хорошо, покажите сюрприз, пожалуйста. Я как истинный полицейский считаю, что такая красота должна храняться. Поэтому мой сюрприз, конечно, не такой вот, как у моих предшественников, женихов, но много со временем. Но многое обязывающее, подаметь, что оказывать тебе многое. Многое обязываю, да. Кроме всего прочего, я обязательно поставлю на тебя сигнализацию, чтобы никто не смог тебя у меня украсть. Женя, проверь. Давайте я попробую. Вот-вот, все работает. Никто не подойдет. Слушай, обалдеть. За мной, как за каменной стилой. Можно такое приобрести. Я вам подарю. Правда? Конечно. Ловлю на слове. Профессиональная штука, да. Сюрприз такой. Чисто полицейский. А вот нам бы таких полицейских было. Вот. Было бы хорошо. Спасибо большое, парни. Проходите в свою комнату. Хорошо такую штуку на холодильник, чтобы вечером не есть. Ничем. Как тебе девушка? Не, ну девушка супер, я уже как бы увидел. Вот она хочет отклеить мой презент. Это дефиляция. Бесплатная. Бесплатная дефиляция. Да, да, да. Говорят, я в салон хожу, видите. Полина, ну и что вы скажете про Ивана? Хороший. Мне очень понравился. Спасибо. Мне тоже не все получится. Мне кажется, очень достойный мальчик. Возраст достойный, хороший, молодой. Детей нет, да? Я как поняла. Нет детей. А вот видишь, ты понравился. Я тоже думаю, что ты понравился. Ну, отлично. Ну, понятно, что Иван не простой и не из простой семьи. Точно не мент-лимитчик, понимаете? Судя по тому, как разговаривает, как одет, как держится. И братик, ничего себе. Ну, такой вредноват. И такой на себе, знаешь, для авторитетов нет. Не прогнется. Хорошая черта. Для семьи хорошая черта. Будет защищать своих. Потому что, конечно, если он пришел уже бороться за вас, но он не должен сдаваться, и он будет на вашей стороне всегда. Я так думаю, и в семейной жизни. Это он разберется с закрытыми дверями. Но если вы будете его женщиной, то в обиду не даст точно. То есть, это очень правильно. В семье будет выяснять, почему сказала, посмотрела. Но для всех вы будете королевой, принцессой самой лучшей. Хорошая, настоящая, настоящая мужика. А я бы не хотела бы оказаться женой Ивана скрытной, подозрительной. Вообще, расслабиться. Профессия обязывает. Расслабиться не может, ни капли в рот вообще не берет. Ну, правильно, Шо Шо. Да, и вообще, работа такая. А что звезды, Вася? Упертый, как большая часть тельцов, такой настоящий телец. Очень увлекающийся. И ровно столько, сколько он женщину любит, он будет вот так ей, не то чтобы по собачьей предан, а уверенно, уперто предан. Будет ее защищать, будет идти к женщине, как к своей цели. Завоевывать. Женщинам это обычно очень приятно. Но, надо сказать, такие страсти довольно быстро проходят. Через два с половиной года такой мужчина к своей избраннице обычно интерес теряет. Потому что высокий градус сложно поддерживать. И женщине нужно тогда готовиться, либо всю жизнь быть зажигательной и поддерживать вот эту искру любви. Но это сложно. Поэтому я бы сказала, что Иван достойная, но сложная цель. Ну что, они правильно все сказали, оценили все мои достоинства сразу. Алина, как вам кажется, кто может осчастливить вашу подругу? Иван. Ну что, Вань, как тебе понравилась невеста? Да, я считаю, что Настенька очень красивая девушка. Это мой типаж. Очень понравилась. Я предлагаю Ивана. В принципе, его туркнуло, как я понимаю, больше всех. В самом начале я еще предупреждала, мог бы я как раз испихну вас так вот под шумок. Ваня на все готов, поэтому не вижу никаких признаков. Выбежь, когда она войдет. Конечно, выйду, обязательно поддерживаю ее. Конечно, среди всех троих, кто были здесь, вам ни в коем случае нельзя выбирать Дмитрия. Ну, просто по чертам характера, потому что жесток. И Романа, потому что рыба. Это не ваш тип мужчины. А вот Иван подошел бы вам больше всех, но я боюсь как раз, что вы Ивана зажигать не сможете очень долго. Потому что вы девушка более легкого типа, чуть более поверхностного. И ваша веселость, она другой стати, другого качества. Вы сангвиника, а ему нужна женщина холерического темперамента. Готовьтесь этот холерический темперамент, эту искру в себе тогда изображать, если выбираете Ивана. Слушайте свое сердце, идите туда, куда она вас позовет. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4 четверки. Сергей, 27 лет, номер 1751. Менеджер, ищет девушку с внешностью Анжелины Джоли и манерами Татьяны Лариной. Юлия, 21 год, номер 1752. Студентка, полиглот, ищет ответственного и честного брюнета, который поможет ей открыть салон красоты. Мы не знаем, будет Анастасия одна или с избранником. Я приглашаю всех выходить. Давайте ее подержим. Привет. Прямо, спасибо большое, что ты зашла. Я очень рад. Спасибо. У нас есть пара, Анастасия и Иван. Если вы хотите оказаться на месте нашей герои, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я Ларисе Гузееву желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал нам. Давай, пожелимся. Удачи. Так он ж вспомнила, я думаю, да кто ж я его прям, говорю, лицо какое знакомое. Я вам не буду говорить. Как не будете? Я ваша сваха. Кто на флоте служил, тот клювом не щелкает. Правда, Андрей? Я очень переживаю за него. И больше всего я боюсь, что он кого-то выберет. Моя плохая тема. Закрывайте глаза на ее глупости, но спите с телом. Либо закрывайте глаза в постели, но живите с умной. Так выпьем же за... За любовь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...